Возвращаясь к истокам. Да, я плавал с 1979 года по 1983 год. В лучшем бассейне. Этого сейчас нет. Захамячили бассейн. Аквапарк сделали. Но мой сын начал плавать раньше. Если бы не моя болезнь, плавал бы он еще раньше. А так, с двух лет и восьми месяцев. Плавает сам. И будем надеяться, скоро будет принимать участие в таких соревнованиях. Мы говорим, что Магнитогорск, он неплохой город по плаванию. Магнитогорск хороший город по плаванию. Несмотря на тесные условия подготовки, мы достигаем хороших результатов. У нас есть победители-призеры на всех областных соревнованиях. И даже на чемпионате и первенстве Уральско-федерального округа. А также в этом году в составе команды Челябинской области мы заняли призовое место на первенстве России по плаванию. Давайте все-таки объясним, что нашему городу все-таки необходимо. Потому что было то время, когда я в другом месте занимался. Это был нормальный 5-симетровый, изумительный бассейн. Может быть, обратимся к людям, которые должны понять, что Магнитогорску это, конечно, маловато. Правильно? Для нашего города наш бассейн, конечно, маловато. Он очень хороший, просторный, прекрасный. Нам он очень нравится. Но большинство стартов проводятся на длинной воде. То есть в бассейнах длиной 50 метров. Мы такой базы для подготовки, к сожалению, не имеем. И поэтому, наверное, наши результаты были бы намного выше, если бы мы тренировались бы в бассейне именно 50 метров. Будем обращаться к нашим специалистам, депутатам, естественно. И на такой город, в котором население 420 тысяч человек, в общем-то, мы имеем только один спортивный бассейн, это ровесник, который всего лишь имеет 6 дорожек. Это очень мало, очень мало. Чем мне нравятся события сие? Эти люди не утонут никогда. Вот как. Кто-то будет плавать лучше, а кто-то хуже. Но почему все наши молодые граждане России не так плавают? А-а-а. Для Магнитогорска особенно. Мест мало. Мысль простая. Зачем вам торговые центры, в которые никто не ходит? Постольку, поскольку интернет рулит и переплачивать за ваш старый товар никто не хочет. Так стройте бассейны. Лучше правильные, с длинной водой. Ну а как не попадать на смене воды? Да просто. Глубина 2 метра. И этого хватит. В данный момент, впервые в этом учебном году, проводятся соревнования, городские соревнования по плаванию среди детей. Естественно, это популяризация спорта, это выявление лучших, это сдача нормативов, разрядов. Мы рады предоставлять свой объект для проведения таких соревнований. На этой неделе у нас будут проходить два вида соревнований, как областные, так и городские. И мы всячески этому способствуем и предоставляем свой объект. Я прекрасно понимаю, что таких объектов в городе, ну и целых, по сути, событий. Было какое-то место, но теперь только ровесник-то и остался. То есть вы так же продолжаете заниматься? И для детей, и для взрослых? Да, конечно. Фактически получается, что СК Ровесник – это единственный объект, который может разово принять такое количество детей, людей, жителей города, предоставить им необходимое количество воды и плавательных дорожек. И в свою очередь мы способствуем любыми способами к привлечению таких людей. То есть рассматриваем вопросы, как по приобретению дополнительного спортивного инвентаря, модернизации действующего оборудования, ну и обновлению, соответственно. Можно было бы и задержаться, но другой сюжет вскоре. О чемпионате Челябинской области. А так мне больше нравится участие. Я вижу тех, кто умея плавать, затем сделает большее. Ведь человек рожден в воде. Девять месяцев он плавает в утробе матери. А эти уже умеют плавать круто. Почему нет то? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...